Я же все вам уже сказал, все буквы сказал, которые есть в этом слове. Я следую за вопросы. Я алкоголик. А, да? Это заметно. Вокруг тебя весь мир кружит. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. А чем снимать, которая скрыта будет вас снимать? А зачем? Я могу все рассказать. Ты уверен, что хочешь? Да. Хочешь, я тогда отойду? Давайте попробуем. Как вас зовут? Антон. Меня зовут Евгений. Очень приятно. Как сегодня настроение? Хорошее. А хочется, чтобы настроение было еще лучше? Смотря что вы имеете ввиду. Кокаин и всякие другие психотропные существа. Я алкоголик. А, да? Это заметно. Спасибо. Старался. Это очень веселое шоу, которое показывается на всех площадках интернета. Называется «Вопросы за бабосы». Я задаю пять вопросов, отвечаешь правильно, получаешь тысячу рублей. Давайте попробуем. Давай. На «ты» перейдем. Конечно. Тебе же восемнадцать. Да. Мне девятнадцать. Мы почти ровесники. Фон, как тебе? Так себе. Давай на уток. Вот так, да. Прогуливаемся? Да. Погода сегодня такая, да? Ну, да. Мы вообще пришли желудей собрать немножко. А вы будете делать ожерелье? Нет. Дома просто посадить. Чтобы дубы, колдуны. Правильно? Хорошо. Вот я телефон положил. Не видел? Нет. Все уже? Все. Я думал, ты подрезал так. Я пытался. Вот шумок. Не получилось. Вопрос номер один. У Виньамина было двадцать сосочков. А у Хамунькуния на десять процентов меньше. Сколько сосочков было у Хамунькуния? Так, было двадцать, на десять процентов меньше. Восемнадцать? Нет. Скорее всего, нет. Отлично. Как ты так быстро? Да, я не знаю. Как гений. Восемнадцатилетний гений. Оптический прибор для наблюдения из подводной лодки. Перископ. Третий вопрос сейчас. Почему происходит смена времен года? Расскажи нам это. Ну, из-за того, что планета вертится. Вращение ближе к Солнцу, дальше к Солнцу. Поворачиваться. Да? Ну, то, что она по орбите ходит. Ну, и что? Ну, то, что она по орбите ходит. Перемещается. По-моему, так. Ну, точнее, Солнце на месте, планета вращается? Солнце стоит на месте, планета вращается. А именно? Да, если честно. И когда холодно? Холодно в какой момент? Ну, когда Солнце с другой стороны планеты. Солнце с другой стороны планеты? Вроде, да. Ты меня запутал. Ну, или... Запутываешь наших зрителей. Или я с этим путаю. А день-ночь тогда что? Ну, это тоже Солнце. Вращается. Ну, раскидай нам, как будто ребенок смотрит. Вот сейчас Дитя-то сидит, первый класс. Который не понимает. В общем, все вращаются вокруг Солнца. Вот, допустим, Солнце и планеты ходят по орбите. За счет этого, я думаю, они ходят по орбите и еще и сами вращаются. Когда планета вращается, это день-ночь, а по орбите это уже зима-лето. Когда планета вращается вокруг своей оси, типа, да? Нет. Вокруг оси это сутки проходит, 24 часа. А, да, да. А зима-лето? Ну, это вот, получается, вокруг Солнца полгода, походу, так. Так, а почему ж холодно-то? Почему в один момент холодно, в другой тепло? Ну, эта планета дальше там ближе. Я не знаю. Ну, хотя с другой стороны, да. Нужна подсказка. Иди сюда. Я не знаю. Не знаешь? Я вообще вопрос не слушала. Так, значит, твоя гипотеза, что когда планета подальше от Солнца, холодно в этот момент, когда она по орбите идет и поближе, то тепло. Я думаю, да. Это неправильно. Черт. Есть варианты еще, братан? Ну, может, то, что только она вокруг своей оси крутится. Только поэтому. Ну, это второй вариант и единственный, наверное, который у меня есть. Только вокруг своей оси мы разобрались, что это день и ночь. Я не в курсе. Не в курсе. Неужели никогда это тебе не было интересно? Неужели? Вот неужели, скажи мне, Энтони? Ну, может быть, было. Не знаю. Я что-то как-то все. Я не помню, если честно просто. Давненько это все было. Да. Подсказываю тебе. Это связано с тем, что планета немножечко какая? Перекасаё. Блина. Ну. И что? Так. Да подсказка была сейчас. Смена полюсов, что ли? Нет. Что за смена полюсов? Так. Ну, это вращение по-любому. Какое вращение? Ну, видимо, вокруг все-таки свои оси. Блин, я буду топить за вращением. Да, топи. Короче, ты неправильно отвечаешь все. Наклон земной оси. Всего лишь чуть-чуть она вот так вот наклонена, наша планета. Я сейчас не знал. Вот этот наклончик вот этот вот, наклончик веселенький, понимаешь? Я не знал. Это был проигрыш. Ну. Ну все, давай, желаю набрать вам побольше желудей, чтобы у вас дома росли много этих удобов всяких колдунов. Да, у нас есть такая идея. Спасибо большое. Не за что. До свидания. Нет, не буду. Не могу. Я очень замерзла. Люди сегодня какие-то такие же, как я, наверное. Да, да. А, вот какой ты такие и все остальные. Ты вялая, вонючка и все вялые вонючки. Надо что-то делать с собой. Вот девчонка такая прикольная. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Как делишь? Здравствуйте. На спорте? Да. Уже побегала? Да. Сейчас же замерзнешь очень. Не, жарко на самом деле очень, да. Да? Поддует ветер сейчас. Нет, нормально. Да, молодец. Подожди, подожди, пожалуйста. Как зовут тебя? Злата. И у тебя есть татуировка на пальце, я видел. Да. Там как раз нужны такие люди. Я сейчас тебе задаю пять вопросов. Угу. Ну, вот ты отвечаешь правильно, я тебе приз дам. Давай. Угу. Что там у тебя в телефоне расскажи? Я снимаю, что ты снимаешь. А, да? Офигеть, офигеть. Ты, может быть, ты блогерша? Диджей. Диджей? Да. И какой музончик там у тебя? Дип хаус. Обожаю, обожаю. Дип хаус. Сейчас же новый сет вышел у меня. Да, ну-ка, врубая. Ну, пожалуйста, сейчас. Класс. Надо прислушаться, так-то, конечно, кайфу, мне нравится такой музон. Какой-нибудь вокальчик сейчас будет? Там на час сет, да, там. Э, буги, буги, буги. Слушай, ты мне обязательно скинешь этот музон, я его закину. Ну, короче, подводки к этому видосу. Это музон от диджея? Злата. Диджей Злата. Да. Ништяк. Все, ты подняла мне настроение, до этого у меня его не было. Супер. Поэтому я буду тебе подсказывать и до конца тебе буду подсказывать, чтобы ты победила. Да, типа, да. Я буду вам подсказывать. Еще у меня есть ответы. Думаешь, я знаю ответы? Ну, я весь, все утро сидел в гугле, там, на горшке. Смотри. Сколько дециметров в десяти метрах? Сто. Нет? Подожди. Как так быстро? Как так быстро? Ну, вот. Ты посчитала в уме быстро? Ну, сто же. Ну, сто, типа, да? Второй вопрос. Да. Эта страна была союзником Германии во Второй мировой, а врагом во время Первой мировой войны? Германия? Ой, Франция? Есть варианты. Италия, Франция, Великобритания, США. Италия? Италия. Все, уже подзамерзла немножко, да? Да, не заболеть бы, на самом деле. Да, да, сейчас мы быстренько все это сделаем. Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, я не вижу их. Впредь занят твой взгляд. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глазам мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глазам мозолю? Аксаус вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Весь мир кружит. Кружит. ты правильно ответила на вопрос номер какой-то вопрос четвертый вопрос какой известный поэт был зятем менделеева что за вопросы какой известный поэт был зятем менделеева и иван бунин афанасий фетт блок михаил лермонтов давай исключаем сразу кого деле кто его был взять лермонтов лермонтов исключаем у нас остается блок бунин и фетт вопроса ну афанасий точно не мог да есть поэтому мы кого исключаем фета исключаем остается бунин и блок да это сложные вопросы это слов все верно право аплодисменты последний вопрос отвечаешь на него ты победительница в этом знаменательном шоу кто из знаменитых композиторов был глухим можно брать ответа моцарт бах бетховен шопен моцарт бах бетховен нет аплодисменты все пускай знают его инстаграм чтобы слушать ему зло вот пожалуйста пожалуйста все подписываемся слушаем и новый сет ставим сам клалде лайки добавляемся и вообще вообще кайф так ну всего тебе приз у нас денежные призы такая вот история все злата давай не мерзни беги это какого чтобы не чтобы не заболеть давай да скажете да вы снял девчонку симпатичную да да я могу себе такое позволить мое шоу очень хочу тут и дело здравствуйте давайте поговорим на скрытую камеру вы же все гуляете на тем очень серьезно ну какие сейчас серьезные темы у нас какие не про политику не пропадет я похож на того кто будет говорить про политику ну ладно возможно нет не будем стоять посреди дороги это люди ходят как-то не очень серьезно давайте даем сторонку а вы куда бежите опоздаем куда это вы собрались у вас рабочая страна тогда хорошо как зовут аня меня зовут евгений я вам задаю пять вопросов если ответы правильные то я плачу вам 1000 рублей это приз такой подарок классная придумал вы пока не подсказывайте но если вдруг будет какие-то там недопонимание звучит как лохотрон это знаете как стола так подержать я вам заплачу 5000 давай проверим лохотрон это или нет навала сколько сторон у куба сейчас 6 плоскостей хорошо второй вопрос какому историческому периоду относится палеолит вот а можно можно а можно варианты сейчас услышать от меня каменный век бронзовый железный новое время не подсказываем пока еще рано подсказывать тем более из четыре варианта ответа палеолит ну какой же это может быть век то каменный каменный век вот с подсказками с подсказками а я и я живи добрый человек вы понимаете вы думаете я хочу чтобы вы проиграли да нет я хочу чтобы вы радостные ушли с тысячи рублей отсюда понимаете поэтому все подсказки я к вам обращусь если что третий вопрос не могли подглядываем кто одержал победу над медузой горгоны а можно первую букву первая буква п очень сложно это не потрогал потрогал это брат ахиллес помнишь когда вот он с гектором тогда гектор гектор это потрогал а этот который медузе горгоне голову то другой получеловек полу бог правильно а это ответ был нет не было ответа на в.п. да кого знаешь из греческих щенков этих малолеток которые боги на землю прилетали занимались сексом с обычными там девчонками царевными а потом рождались вот эти герои фильмов наснимали целый килограмм я другими фильмами на букву п какими ты фильм интересуешься небось сериала вот это век этот не турецкий сериал смотрится на век этот постоянно про мужик этот бородой такие высокоинтеллектуальные фильмы это какие-то интеллектуальные на букву п на п у меня кроме слова пидарас больше ничего не вертится ну неправильно нужно подсказка все я вас приглашаю сюда чтобы вас увидела весь мир все 15 человек которые будут смотреть это видео как вас зовут нет меня зовут только ольга прошу вас кто же одержал победу над медузой горгоны на буковку п в конце y как игрек как будто бы ходит и сеет по полю чё там сеют обычно в поле это п он как бы сеет в конце y ну что вы друзья мои нет я же все вам уже сказал все буквы сказал которые есть в этом в этом слове подскажешь нас дружище подскажи пожалуйста на можно тебя кто одержал победу над медузой горгоны на букву п понятно что это а в смысле с греческими филот но какой печей версии все я молодец да как зовут тебе не знаю скажи не знаю большое спасибо он подсказал себе не знаю как сильно 4 вопрос 5 вопросов всего в конце тоннеля яркий свет слепой звезды подошвы на сухой листве оставит следы еще под кожей бьется пульс и надо жить я больше может не вернусь а может я с тобой останусь останусь ветром что-то там останусь пламенем в глазах в твоих руках дыханием ветра останусь снегом на щеке останусь светом вдалеке для тебя останусь ну хорошо на этот вопрос мы хорошо ответить пятый вопрос он у нас последний отвечаешь на него ты наша победительница как его вчерашний день часов в шестом зашел я на сеною там били женщину кнутом крестьянку молодую ни звука из ее груди лишь бич хлистал играя и музея сказал гляди сестра твоя родная кто автор стихотворения это период отмена крепостного права этот чувак писал стихи и топил за крестьян в основном хотя на самом деле все писатели известные личности которые жили в ту эпоху достоевский толстой тургенев они все офигевали как этот хмырь этот чушкаре мог писать про крестьян когда он был такой же засранец как и все остальные вообще не все считали вы жуликом это я вчера узнал я обалдел что этот известный человек от его знаешь по-любому который топил за крестьян своих стихах был на самом деле что тот засранец и сам говорил о том что он двуличный чел да я люблю кайфовать и раздолбаю но иногда мы слишком такие западает он пишет такие стихотворения николай и есенин николай 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 коли коли николай возьми говорится да не скучай николай алексеевич вот у меня с вами на им плохо с фамилиями хорошо да ладно давай ответку математики задать ой вы знаете нам ответки никакие ваши не нужны ну кто николай алексеевич николай алексеевич как говорится помню было дело там однажды была зима он вышел и там подумал что это мужичок а это оказался шестилетний мальчик это тоже одно из отрывок из его стихотворения он год откуда года видишь год нас то в семье всего-то будет там мужиков то два семьи это большая понимаешь а зовут пацана власом тоже тушь его стихотворение сдаешься нет сейчас подсказка будет не они не будет не будет вы сказки не будет подсказка давай назови трех поэтов которых ты знаешь и вдруг может быть ты попадаешь в точку попадаешь и выигрываешь не попадаешь не выигрываешь давай первый поэт поехали бродский отлично 2 сейчас я просто пытаюсь как-то попасть давай 19 век бродского назвала 2 кто нас там еще кто может быть что может быть за поэт 19 века которые лоббасил такие произведения однажды в студионную зимнюю пору я излишу вышел некрасов 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 да держи микрофон держи микрофон с подсказкой мама мама подсказкой мама с всякими приколюхами это технарь вы знаете нам не важно кто она технарь у нас или не технарь шоу называется очень шоу называется можно будет посмотреть смотреть нельзя нельзя не вздумай набирать это название этого шоу в интернете нигде не вздумай чтоб ты его никогда не видел скажи что-нибудь передай привет кому-нибудь передаю привет своей маме вот она стоит в метре от меня спасибо большое ручку мама которая подсказала нам некрасова аплодисменты и передаю привет вам зрителям вы видимо классные все друзья вам хорошего оказывается сегодня настроение поднял немножко но слава богу до свидания ребята до свидания а себе что-то я пока еще не поднял настроение что-то хотел сказать забыл 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 ладно 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 что хотел сказать да ничего не хочу говорить. Все нормально на самом деле, все классно. Сейчас у меня дилемма, у меня сегодня дилемма. Покупать мне этот квадрокоптер или нафиг он мне пока не нужен? Ладно, подписывайтесь естественно на канал, на этот и на другой канал, который есть у меня, влоговый канал. Если интересно смотреть всякие вот это влог и ерунду всякую, то подписывайтесь на мой канал. В инстаграме я решил, что действительно я сделаю на досуге прямой эфир, где где буду задавать вопросы и можно будет пообщаться. Вы будете сверху, я буду снизу. Да, это можно замутить. Давно я этого не делал, замучу. Замучу, тем более сейчас это слово поганое, локдаун, да. Типа люди дома сидят. Ну, не знаю, как у вас. Сейчас у нас в Питере, по крайней мере, такая херь. Поделаю прямые эфиры, базар ноль. Всё. Выключаюсь, отключаюсь, переключаюсь и, как говорится, подключаюсь. Спасибо. Всем сысочки до пысочки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok